Наркование, алкоголизм, курение. Именно это является огромной проблемой подростков. И эта проблема не решится, пока они не научатся говорить нет. Употребление наркотиков, так же как и пьянство, связано с психическим экспериментированием, поиском новых, необычных ощущений и переживаний. Большинство подростков впервые приобщается к наркотическим веществам из-за любопытства, желания узнать, что там за гранью запретного. Иногда первую дозу навязывают обманом, под видом сигарет или напитка. Вместе с тем, это групповое явление, связанное с подражанием старшим и влиянием группы. До 90% наркоманов начинают употреблять наркотики в компаниях, сверстников, собирающихся в определенных местах. Одним из важнейших аспектов здорового образа жизни является сознательный отказ от табакокурения, приема алкоголя, наркотических средств. Особое значение в наши дни приобретает профилактика наркомании. Во всем мире на борьбу с наркоманией ежегодно выделяется значительное средство. Но наркотики по-прежнему считаются третьей угрозой человечеству после ядерного оружия и глобальной экологической катастрофы. По вопросу профилактики наркомании выступает исполняющий обязанности начальника управления по борьбе с наркобизнесом полковник полиции Эсперов Серег Карабаевич. Спасибо за предоставленное слово. Добрый день, дорогие друзья. Я уверен, что вы знаете, что наркотики это плохо, а наркомания это неизлечимая болезнь, вызванная их употреблением. Именно эти обстоятельства, причинившие огромный ущерб генофонду, является основной причиной озабоченности Министерства внутренних дел. Министерство внутренних дел является главным государственным органом, осуществляющим борьбов с наркобизнесом и как не имеющим эту деятельность. Те, кто попал под влияние наркотиков, пристрастился к употреблению, стал наркозависимым, не может без них жить, является больным человеком, становится пациентом врачей. К сожалению, большинство случаев это пожизненно. Организована активная наркотическая пропаганда и профилактическая работа у нас ведется сотрудниками нашего подразделения. Значительные усилия принимаются в формировании правовых и законодательств мер контроля за наркотиками. То есть мы принимаем все меры по недопущению распространения этого зла, исключающие условия для возникновения соблазнования употребления наркотиков. Но, к сожалению, в сегодняшний день существуют преступные элементы, которые, нарушая закон, нажимаются на продажи и распространение наркотиков. Они прекрасно осознают пагубность своих действий, однако преобладают желанием легкой наживы, затмением их разума, и они все же думают, идут на совершение преступлений. При этом жертвами своих преступлений замыслов наркотикцы выбирают прежде всего молодежь в таком возрасте, как вы. Делают они не по своей случайности, так как ваш возраст наиболее подвигается психическим влиянием. В этот период жизни очень важно не допускать ошибку, не поддаваться обманчивым предложениям и соблазнам к нему, удовольствию, что впоследствии можно перечислить всю жизнь человека. И уже никогда не будет возможно достичь своих целей, достичь свершения своих высот. Уверен, каждый из вас мечтает поднять березовый флаг Казахстана на достигнутый вами в высоте и в порыве гордости смело взглянуть в свои глаза близким и сказав, я внес свой вклад в процессу нашей Родины. Вот по заказу МВД был подготовлен видеофильм из жизни наркодезависимых семей, которые будут предоставлены для вашего обзора. Такие ролики для социальных сетей не экзотика. Подростки снимают их специально, чтобы посмеяться над приятелями под кайфом. Иногда с этой же целью угощают и тех, кто понятия не имеет, что в сигарете не просто табак. За кадром, как правило, слезы родителей. Ведь часто хватает и пары затяжек, чтобы спайс затянул по полной. Их родители прячут лица. Им стыдно, что о проблеме могут узнать соседи. И когда начинают говорить в голос, это уже крик души. Мы заметили значительные изменения в поведении. У этого папы две дочери, старше 15. Семья обычная, для которой не проблема ежегодный отдых у моря. Семейные планы разрушил спайс. Психология поменялась полностью. Она позволяла себе послать отца, послать маму. Пока тревогу не били. Думали, что подростковый какой-то максимализм и еще что-то. Спайс не выбирает из толпы бедных или богатых, успешных или неудачников. Примеров много, когда на самое дно опускались дети самого разного статуса. Агрессия это когда человек с безумными глазами бросается на любой предмет, который под рукой. И может его швырнуть в отца или мать. То есть если ему не сделают то, что он хочет. Все произошло за очень и очень короткий период. Это не год, это не два, не три, не пять. Это произошло за полгода. Я думал, что какой я наркоман. Я просто такой любит пальцы. А наркоманы вон сидят, колются в подъездах. Но потом понял, что я такой же наркоман. И что меня отличает от этих наркоманов только одно дно. Действие этой синтетики на человеческий мозг плохо изучено. И часто эффект пугает наркоманов, сидящих на игле. Фамилия, как фамилия? Водитель. Как фамилия? Я как? Помогите ему, а пожалуйста. Так что же за зверь этот спайс? Откуда пришел к нам? И почему так быстро стал популярен у молодежи? Какой эффект искали американские ученые? Почему его боятся теперь даже опийные наркоманы? И кто объявил эту охоту за разумом? Уважаемый, что случилось? Что случилось? Что произошло? Момит, момит, момит. Что случилось? Нормально все? Да. А это ваша машина? Машина ваша? За рулем вы были, уважаемый? Да. Вот за рулем автомобиля Peugeot находится совершенно неадекватный молодой человек. Все же убежали. Это о товарищах. Молодого человека на ковре. В тот день он не дошел до колледжа. На этих кадрах скорая пытается привести его в чувства, а еще пару минут назад парень лежал на улице, потерял сознание. Его друзья испугались ответственности. Видимо, курили вместе. Итак, спайс. Курительная смесь. Эффект вызывает синтетическое вещество, которым обработан табак или любая другая трава, будь даже газонная. Спайс – это лишь один из брендов курительных смесей. Психоактивное вещество – так называемый канабиноид. Искусственный аналог марихуаны, но бьющий гораздо больнее, чем его натуральный прадедушка канабис. В международной классификации 10 видов наркотиков. Каждый порабощает и доводит до могилы на свой манер. Сходство в одном. Любой из них обрекает наркомана на жестокие мучения. Мозг не регулирует нейрохимический баланс, не воспринимает мир без дозы. Как быстро наркотик станет палачом, зависит от самого зелья, от характера наркомана и его проблем, от семьи. Тот, кто сумел выйти с другой стороны, еще не один год будет с содроганием вспоминать подробности своего пути. Вот только передать другим, что это такое, зависеть от наркотика, невозможно. Слишком затасканными и тусклыми становятся обычные слова. И даже если хочется предостеречь, не всегда получается убедительно сказать – не ходите за нами. Итак, вещество, которым травится молодежь, считая это очередным способом выделиться – это спайс. Помните, начало 70-х, хиппи и мода на употребление конопли? Тогда тоже искали способ и заработать быстро, и быть, как сейчас говорят, в тренде. Только спайс создали в лаборатории специально. Американец-химик Джон Хаффман изучал активный компонент марихуаны и пытался получить вещества для фармацевтики. Например, для нового поколения анальгетиков, то есть препаратов, снимающих боль. Но увидев, что вещество вызывает зависимость, ученый работу свернул. Зато ее подхватили другие. Так был открыт ящик Пандоры. Яд попадает в организм через легкие, капляра пропускает его через стенки, и дальше все делает кровоток. Спайс не оставляет здоровых органов. Первой берет на себя удар печень. Это главный фильтр организма. Клетки подвергаются разрушительной атаке. Достигая мозга, спайс приводит к резкому спазму. Так организм пытается защититься от яда, пока сосуды сужены, мозг голодает и начинает умирать. Почки. Они выводят остатки яда с мочой, но повреждаются сами. Еще одно типичное осложнение – половое бессилие. Гаснет либидо, снижается потенция. Есть и другая версия того, зачем вообще на свет появился спайс. Версия неофициальная и напоминает больше вселенский заговор. А звучит она так. Спайс придумали, как оружие массового поражения. Мамочка, помоги мне, пожалуйста. То, что мы видим сегодня, действительно похоже на специальную травлю. Поколение молодого, а значит будущего. Эту версию официально на камеру не подтвердит ни один эксперт. Зато бесконечно можно приводить примеры страшных смертей. Возможно, кому-то и выгодно, чтобы спайсы распространялись в определенных странах. Это как невидимая война, подрывающая не только демографическую безопасность. И это еще одна неофициальная версия. У каждого из нас есть своя мечта. И каждый из нас идет к ней. Я мечтала жить в теплой стране, под красивым и огромным солнцем. И я мечтала, 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 мечтала. Но наркотик меня обманул. Наркотики. Не говори, что тебя не предупреждали. Даже если об этой проблеме вы услышали сегодня впервые, если кажется, что она никогда не коснется вас в будущем, не оставайтесь в стороне от этой чумы современности. Она убьет наших детей раньше, чем мы поймем, что давно их потеряли. Не употребляй наркотики. Пусть это станет одиннадцатой заповедью для всех, кому не безразлично здоровье родных, кто ценит себя, кто просто хочет жить. Среди основных причин, влияющих на распространение наркомании и токсикомании, в детско-подростковой среде, одно из первых мест занимает легкая доступность парку. Около 60% опрошенных несовершеннолетних, употребляющих наркотики и токсические средства, отмечают относительную несложность их приобретения. Наркотики приобретаются в школах, на дискотеках, в кафе, в хорошо известных местах, на улицах, в парках, а также на квартирах, распространителям и торговцах наркотиками. Наркодельцы давно определили для себя образовательные учреждения, как мини-рынки сбыта наркотиков в детской подростковой среде. В результате общество столкнулось с реальной незащищенностью детей и подростков от экспансии наркотических средств. О вреде наркотиков расскажет врач-нарколог областного психоневрологического диспансера и врач-нарколог областного психоневрологического диспансера. Добрый день, ребята! Я немножко хочу расширить, не говорить чисто про наркотические средства. Я хочу сказать, что помимо всего есть так называемые психоактивные вещества. В эту группу по десятой номенклатуре входит алкоголизм, наркомания, пацикомания. Про наркоманию я скажу немного ниже. Просто хочу привести несколько примеров, к чему приводит употребление психоактивных веществ. Все дети рождаются при одинаковых условиях, все как чистые белые листы. Однако по мере вовлечения в эти процессы происходит мутация человеческой личности, мутация физического тела и в конце концов человек становится зависимым. Значит, если взять по алкоголю, самый молодой пациент на сегодняшний день у нас является, это 2009 года, это практически 6-летний ребенок. Как он стал зависимым от алкоголя? Потому что его мама, это неблагополучная семья, папа, он не выходит из мест лишения свободы, а мама, она злоупотребляет, собирает вокруг себя мужчин, женщин, примерно такого же образа из них. И после употребления, когда они, со слов мальчика, когда все люди рассасываются, он собирает остатки, сливает стакан и выпивает. И это продолжалось в течение одного года. И ребенка уже есть явные признаки психического и начинающего физического влечения. Значит, также хочу привести пример по наркотическим веществам, когда одна молодая семья, молодая мама обустраивала свою личную жизнь. Девочка, она как бы была предоставлена сама себе, ей в то время было 15 лет. После поступления в одно из престижных колледжей нашего города, значит, там она вовлекла стала курить, стала пить и стала как бы посещать так называемые рисковые моменты. Однако мама не справлялась и ей надо было продолжать устраивать свою личную жизнь. И она решила отправить свое чадо в Россию. В России там девочка пробыла у отца буквально там где-то 6-7 месяцев. Оттуда ее, в общем-то, как бы негражданку России отправили обратно. При приезди сюда, значит, она проходила медицинский осмотр и мы у нее выявили так называемые первые признаки героиновой зависимости. При дальнейшем обследовании на вирус носительства, на спидуне, эта болезнь тоже была обнаружена. И, в общем, когда мама начала более пристальное внимание уделять, она у нас 3 раза лечилась в пационаре, однако эффекта не давала, так как у ней не было так называемой мотивации на излечение. Другой пример. Мальчик тоже рос в семье. Ему было 16 лет. Он учился в одном из подежей нашего города. Однако он стал плохо учиться. Стал употреблять анашу, курил и так же. И в конце концов, значит, следующая ступенька оказалась, так называемая, героиновая. Мальчик тоже 3-4 раза лечился. Мы его хотели направить в республиканский центр, однако там несовершеннолетних не принимают для социальной реабилитации. В конце концов, когда ему исполнилось 18 лет, мальчик сел, ну, как бы скажем, юноша уже, сел за решетку по другим видам преступления. Значит, сейчас он находится в одной из исправительных трудовых учреждений нашей области. Также я хочу вам пример привести по употреблению табака. Именно в табаке есть два понятия. Это как бы табакокурение и есть употребление на свае. У нас в 2015 году был мальчик, которому, как бы, было всего 14 лет. Мальчик полтора года злоупотреблял на свае. Он в день закидывал за губу, ну, самое малое, разов, наверное, 8-10-12. Значит, при внимательном осмотре я, как клиницист, заметил, что у него повышенная кровоточивость с губы. Мы направили его в врачу-онкологу, и там диагноз подтвердили, что он умер от нижней губы. Я к чему вам, ребята, так говорю? Это для того, чтобы вы знали, что бесследно ни одно употребление или злоупотребление психоактивными веществами не проходит. Этот мальчик перенес довольно тяжелую операцию по удалению верхней и нижней губы. Значит, ему удалили все региональные римфоузлы, это подмышечные, подчелюстные, паховые римфоузлы. То есть он довольно травматическую операцию перенес. И когда я видел его после операционного периода, ну, это как бы ужасная такая картина была, вот как бы неприятное такое зрелище было. Я у него спрашивал, как труд, дорогой мой, труд кушаешь? А он говорит, я развожу это все жидкое, делаю и припадаю к тарелку, вот как бы лицом вниз и засасываю все. Сейчас этот мальчик, он снят с группы риска, он, значит, перенес еще две операции по восстановлению верхней и нижней губы, которая тоже как бы немалых средств стоила родителям. Значит, одна операция пластическая, около пяти тысяч долларов, которая делается в соседней России. Я хочу вам также пример привести по употреблению. Девочка была у нас 16-летняя, которая употребляла газ, нюхала зажигалочный газ. Значит, затем она рано вышла замуж, но неофициально сожительствовала с молодым человеком. В конце концов, значит, она забеременела и родила ребенка, который родился уродом. Я вам хочу назвать эту дозу, которую за один раз эта девочка употребляла. Это шесть баллончиков. За один раз она как бы отдыхала шесть баллончиков, чтобы вызвать у себя какие-то изменения, которые ей как бы нравились. Впереди, вот как бы незаметно пролетело время, вот еще буквально недавно был сентябрь, сейчас вот на носу уже летние каникулы, и вас ребята предостерегают, потому что я как бы сам вижу, отдыхая тоже в определенных местах, я вижу, как молодые люди, не достигшие 18-летнего возраста, 14, 15, 16 лет, ходят, баночка, пиво там по берегу, водохранилище или где-то где они отдыхают, устраивают какие-то драки, курят, сквернословят, пьют. Значит, вы знаете, что за вами везде есть так называемого ока правоохранителя. Поэтому, когда наступает сентябрь, зачастую мы видим, как такие дети попадают нам на учет, в наркологический диспансер. Если там есть такие факты, как употребление алкоголя или употребление наркотических веществ, значит, у них вот таких ребят в течение календарного года возникает так называемое ограничение. Ограничение они носят чисто юридический характер, если это не переходит в так называемую зависимую форму. Но если возникает зависимая форма, там масса юридических ограничений возникает, которые могут от 3 до 5 лет продляться. И если вы завтра закончите школу, закончите колледж или какое-либо учебное заведение и пойдете поступать, мимо наркологического диспансера никто не проходит. Вы приходите, берете справочку, а в справочке там будет вся информация как бы иметься. Поэтому я вас предупреждаю, вы должны себя беречь, чтобы не стать хроническим пациентом нашего наркологического диспансера. Ну и еще одно хочу вам рассказать, что наркомания сейчас тоже изменила лицо, потому что если раньше преобладал в нашей структуре так называемой заболеваемости, преобладал героин, там группа опия, сейчас несколько изменилось, изменились эти формы. Героин ушел как бы на третий, четвертый план, потому что я считаю, что хорошо сработали правоохранительные органы, потому что доступ сейчас практически его нет в нашем городе. Однако есть так называемые заместители. Что это подразумевается? Все препараты, все препараты, которые применяют невропатологи, психиатры для лечения, значит, если их брать так называемые немедицинские дозы, то есть большие дозы, то там может возникнуть так называемая зависимость. Это сейчас уже среди ученых вошло в разряд так называемой аптечной наркомании. Но я вам эти препараты не буду называть, чтобы не вызвать так называемый нездоровый интерес. Однако, такие факты есть, у нас они вот проходят, и сейчас только вы видели видеофильм, это новый вид наркотического вещества, это синтетический наркотик, есть так называемая аноша, это растительный вид каннабиса, и есть так называемое синтезированное наркотическое вещество, это спайс. Значит, к сожалению, наше законодательство несколько запаздывает, у нас нет такого пока диагноза, но я не думаю, что это как бы в долгий ящик это будет отложено. Например, в России там есть понятие такое, как общая группа спайса. Значит, под этим подразумевается все, что синтетическое, в эти препараты, это как бы, и, соответственно, есть законодательные нормы, где вас могут административно наказать, вернее, ваших родителей, ваших законных представителей или опекунов. Значит, спайс, он даже с одного раза вызывает, так называемую, психологическую зависимость. Если возникла психологическая зависимость, буквально 2-3-4 потребления возникает так называемая физическая зависимость. Тогда уже вы уже не сможете просто так побороться. Вы не сможете без медицинских работников выйти из этого состояния. Поэтому я вам просто хочу дать информацию, что наше учреждение находится на ГУРО 21-1, телефон так называемое доверие 260459 и наш телефон в подростковом кабинете это 701578. Значит, вы имеете право, ваши родители имеют право, и вы сами имеете право, допустим, обратиться за какой-то медицинской помощью, где можно абсолютно без названия, фамилии и без прочих данных получить так называемую квалифицированную специализированную медицинскую помощь. И еще хочу сказать немножко вам про так называемое на слайд. Мы в том году, в 2015 году, два случая кинококоза легких обнаружили. Это не что иное, как когда ребенок закидывает за губу вот этот порошок на слайд. Там имеется помет. Помет, вы знаете, что бабушки они не будут где-то там птичей искать специально. Значит, они берут любой помет, а в любом помете есть так называемые яйца глистов. Через некоторое время эти глисты развиваются, человек является промежуточным и окончательным хозяином этих валячек. И постепенно вы начинаете худеть, потеря аппетита, обращаетесь. И когда вы обращаетесь к медицинским работникам, они вот эти дела могут выявить. Но знаете, что так называемая глистная инвазия, она вообще тяжело очень лечится. И сама глистная инвазия, она способствует многим аллергическим заболеваниям. Некоторые думают, вот откуда аллергия для вас? Начинает исключать всякие дела, там, пищи, цветы там, домашние, там, животные. Однако основной причиной может быть глистная инвазия, которая возникает вследствие употребления на свае. Ну и еще хочу дополнить, что в последнее время очень часто идет сочетанное употребление. Значит, у нас в это шифр входит 19, под номером 19, это значит, ребенок или несовершеннолетний употреблять алкоголь, он может закидываться на сваи, одновременно курить и одновременно употреблять что-либо одно из так называемых препаратов медицинского ряда по немедицинскому или немотивированному значению. Спасибо за внимание. Наркомания это не личное дело каждому. В результате наркотизации у потребителя возникают серьезные проблемы со здоровьем. Он легко заболевает тяжелейшими инфекционными заболеваниями. это гепатиты ВИЧ-инфекции СПИД и генерические болезни. И столь же легко их восстанять. По управлению профилактики и потребления ПАФ выступит заведующий отделом профилактических и образовательных программ областного центра формирования здорового образа жизни жизни. А отказом я сагидал диму. Добрый день уважаемые участники нашего семинара. Тепи поговорила о профилактике употребления наркотических веществ. Своё выступление я бы хотела начать с восточной мудрости. Восточная мудрость хватит. у кого есть здоровье у того есть надежда. У кого есть надежда у того есть всё. Поэтому наркотики они могут забрать у человека здоровье. Когда забирается здоровье человек теряет и надежду когда у человека нет надежды он теряет всё. Истоки наркомании. Сама слово наркотик известно более двух тысяч лет. Греческое слово наркотик означает приводящее в оцепенение. Считается что впервые употребил его Гиппократ для описания сильнодействующих веществ. И древние египтяне готовили изма коснотворное. Наркотики химические соединения растительного или синтетического происхождения непосредственно влияющие на психологическое и психическое состояние человека. И на сегодняшний день очень много видов наркотика они действуют делятся по характеру воздействия на организм. и например опиаты яркие представители героин действуют подавляют и затормаживают работу нервной системы. Признаки опьянения нетипичная санливость растянутая речь узкий зрачок замедленное сердце пиение бледная кожа. Препараты конопли они способны изменять сознание человека повышается разговорчивость состояние сильного голода или жажда появляется у человека покраснение глаз и расширение зрачков повышенное сердце биение артериальное давление анкетамины обладают психостимулирующим и возбуждающим действием признаки опьянения учащенное сердце биение повышенное артериальное давление расширенные зрачки излишняя двигательная активность сильное сексуальное раскропопощение болтливость нарушение режима сна и бодрствования также есть группа экстази обладают стимулирующим и галлюциногенным эффектом возбуждается нервная система у человека повышается тонус организма увеличивается выносливость физическая сила кокаин обладает психостимулирующим действием признак учащения сердечного ритма повышение артериального давления расширения зрачков глаз излишняя двигательная активность нарушение режима сна и бодрствования галлюциногенный изменяет сознание ощущение мысли эмоции и восприятие у человека появляется повышенная разговорчивость состояние сильного голода или жажды покраснение глаз обострение восприятия обостренное восприятие цвета и звука снатворные они обладают успокаивающим неснатворным действием невнятная речь у человека неуклюжесть нарушение координации агрессивность грубость раздражительность согласно всемирной организации здравоохранения наркотик это химический агент вызывающий ступор кому или нечувствительность скволи и в ходе употребления к наркотическому препарату сначала развиваешься психическое зависимость потом на зависимость от вещества продолжительность приема для формирования физической зависимости может быть разной психическая зависимость прежде всего наркотики поражают психику человека уже уже после первого приема на bras изменяются психика человека, и в головном мозге формируется так называемый центр влечения к наркотикам. Назад селись? Еще один раз. И подавляется внутренний самоконтроль, чувство опасности исчезает, в жизни остается только один интерес, это наркотик. Вот это и называется психической зависимостью от наркотика. Через некоторое время появляется у человека физическая зависимость, это физиологическая потребность организма в очередной дозе наркотического вещества. Физическая зависимость обуславливается тем, что регулярный прием вещества изменяет обмен веществ в организме употребляющего. Это приводит к значимым нарушениям при невозможности своевременного употребления наркотических веществ. И отсутствие препарата не только вызывает дискомфорт, но приводит к нарушениям работы у органов и системы организма. Теперь влияние наркотиков на организм человека. Главной опасностью наркотиков считается то, что после нескольких приемов наркотических веществ появляется неконтролируемая тяга к наркотикам, к повторным дозам. Наркотики с каждой дозой все больше и больше разрушают мозг и нервную систему. Нарушения такого характера, как правило, касаются отдельных частей мозга, которые отвечают за смысловые операции и память. Человек не может думать ни о чем другом, кроме наркотика. Его профессиональная деятельность быстро снижается, и он перестает контактировать с общественностью. От каждой дозы человеческий организм все больше разрушается, изнашиваются все его системы и органы, необходимые клетки. Иммунитет падает настолько, что человек уже не может справиться с самым простым наслаком. Наркотические вещества разрушают печень. Она принимает на себя основной удар, стараясь обезвреживать вещества, попадающие в кровь. Клетки печени погибают. Став наркоманом, человек утрачивает многие инстинкты, в том числе и инстинкт самосохранения. Поэтому он начинает пользоваться общим шприцом для инъекций и нередки случаи заражения наркоманов вирусами гепатита В и С, что ведет к циррозу печени и в итоге к раку, также с сифилисами и спидом. Серьезно страдает сердце. Сердечная мышца начинает работать на износ. При приеме наркотиков развивается дистрофия сердечной мышцы. Человек быстрее задыхается при нагрузке. Движения даются ему с большим трудом. Поражаются и другие системы организма. Ослабевает иммунитет, что приводит к частым простудным и почечным заболеваниям. Нарушается работа пищеварительной системы. Процесс усвоения питательных веществ протекает неполноценно. В результате наркоман теряет резко в весе. Таким образом прием любых наркотических веществ разрушительно действует на организм человека во всех отношениях. Здесь впоследствии употребления в первую очередь, как уже мы говорили, наркотики влияют на психику человека и приводят к духовной деградации. Человек не может думать ни о чем другом, кроме наркотиков. Теперь факторы, влияющие на формирование наркотической зависимости. Их можно разделить на две большие группы. Первая — это социальные факторы, и вторая группа — индивидуально-психологические факторы. К социальным факторам можно отнести неблагополучную семью, влияние сверстника, отсутствие досу и занятости подростка, легкая доступность веществ, изменяющих психическое состояние. Индивидуально-психологические факторы — это отскоки, человек может приобщиться к наркотическим веществам за компанию, или когда он хочет уйти от реальности и проблем. Наркоманом становится какой человек? Человек, не обретший себя в личной жизни, который плохо управляет своими эмоциями, не нашедший своего призвания, своего дела, не умеющий и нежелающий ограничивать, останавливать себя. Вот такие вот люди становятся в большей части наркоманами. И теперь, как сказать «нет наркотиков»? Шаги. Первый шаг — это надо сначала осознать, что злоупотребление наркотиками может стать причиной разрушительных событий в жизни человека. Мы сейчас в начале нашего урока посмотрели видеофильм. Там можно было увидеть, какие разрушительные события в жизни человека могут произойти, если он будет употреблять наркотические вещества. Потом надо помнить, что будущее многообещающее. А наркотики могут украсть у вас все эти чудесные вещи в жизни. Как мы уже говорили, наркотик забирает у человека здоровье, надежду и все, что есть у него в жизни. Надо избегать контакта с людьми, которые принимают наркотики, и ситуации, когда их вам могут предложить. Будьте готовы к случаям, когда незнакомцы будут предлагать вам наркотики. Это не исключено, потому что в обществе есть люди, которые употребляют наркотики. Они могут подойти и предложить вам тоже попробовать. Если вам предложили наркотики, просто скажите «нет». При этом сохраняйте стойкость и будьте сильны. Если, например, человек, который предлагает наркотик, он видит, что вы засомневались, если он понимает, что вас можно уговорить, он будет стараться уговорить вас. Поэтому надо сохранять спокойствие и проявить силу воли, сказать «нет». Поменять надо тему, если это возможно. Например, «Спасибо, пошлите лучше в футбол поиграем». Ну вот в этом роде. Надо уйти прочь, постараться потерять их из вида, если это возможно. Найдите людное место или поищите то, где вы можете найти кого-то ответственного и с хорошей репутацией. Если вы в школе, найдите учителя. Вы подойдите к учителю, и тогда этот человек за вами может и не подойдёт к вам. Дальше он не будет к вам приставать с этим вопросом. Расскажите об этом взрослому. Когда вы уже ушли от этого человека, вы должны подойти к взрослому человеку, если вы в школе, это к учителю, либо к родителям. И надо позвонить в полицию, и надо избегать следующих таких встреч. И уголовная ответственность у нас существует. Да, уголовная ответственность за контрабанду, за хранение, изготовление, за сбыт. Об этом я не буду подробно рассказывать. И куда обратиться? Сейчас только Монапс Леонович говорил, да. Наркологический областной диспансер по улице Бурова, 21-21 и подростковый кабинет. Вот контактный телефон, там вам будут оказать помощь медицинскую. Спасибо за внимание. Всего сказанного можно сделать определённые люди, что практически невозможно сочетать учёбу или работу с употреблением наркотиков. Ко всему прочему, автоманы разрушают и деструктируют семьи. Они не могут выполнять свой долг перед обществом и защищать интересы государства. Тем самым они становятся обузой для семьи и общества. Потенциальный наркоман всегда опасен. Лица, злоупотребляющие наркотики, должны знать, что им придётся смириться со вступлениями от правил неприкосновенности. Так как в конечном счёте речь идёт о том, что закон, мораль, общечеловеческие ценности имеют приоритет и должны государствовать в демократическом обществе. Спасибо всем участвующим в данной встрече, всем, кто находился с нами и слушал нас и понимал. Если есть вопросы, можете обращаться к любому из находящихся здесь на этой встрече. Спасибо. Спасибо.